Да слава Господу, братья и сестры! Господь по милости своей дал нам прекрасное время быть в Доме Божьем. И такое переживание сегодня я имел утром, когда разносил хлеб и чашу, когда смотришь на того, кому преподаешь, и понимаешь, какие все разные, какие все индивидуальные, в каком-то своем понимании, и какая обширная любовь Божья каждому человеку. Я понимаю, что человек не может так любить, не может так принимать и так вмещать каждого из нас, как это делает Господь. И это полнота Божьей любви, когда она касается наших сердец, это величайшее благословение, которое каждый из нас может переживать на этой земле. Нет больше той любви, как Отец отдал своего Сына для того, чтобы нас привести в Святое Небо, и за это хочется быть Богу благодарным. Вся наша жизнь строится только потому, что Он нас любит, что Он дает нам прекрасную возможность на этой земле идти путем очищения, освящения. Наблюдая за собой и вникая в Его Святое Слово, мы можем находить для себя прекрасные источники, которые уводят нас из затруднительных положений нашей жизни. И сегодня Господь опять дал нам служение, опять дал нам собрание, опять дал нам возможность быть вместе пред Его Святым Лицом, преклонять свои колени и сердца и молиться Ему. Молиться Ему и отдавать Ему то, что Он хочет у нас забрать. Когда мы говорим о том, что Он взошел на Голгофу и своим телом вознес все наши грехи, это да, и это совершилось. И сегодня утром, когда брат читал о том, что победа нам дарована, я так подумал сам себе, а ведь просто Бог подарил для нас победу. Мы живем в преддверии 70-летия победы в страшной войне, которая прошлась по нашей земле. Много крови, много пролития. Но можно подумать так, что мы с вами не участвовали в этой войне, но в победу-то мы вошли. Она нам просто досталась даром. Нечто похожее Бог сделал для нас. Победа над грехом, над искушениями, она дана нам просто даром через кровь Иисуса Христа. Это величайшее благословение, которое Он нам дает. Ни по заслугам, ни по стажу, по великой Своей любви и милости. Сегодня Господь дает нам победу Свою. Слава за это нашему Господу. Есть интересное место. В Малахии такие слова есть. 3.16 3.6 Ибо я Господь, я и не изменяюсь, посему вы, сын Иакова, не уничтожились. Слава нашему Господу. Господь говорит, что Он Бог, и Он никогда не меняется. И для нас величайшее благословение в том, что Он верен, и Слово Его верно для каждого из нас. И нам очень приятно нравится, что милость Божья, она простерта каждому из нас. И это место, Священное Писание, особенно 2-й его стих, говорит, «И потому сыны Иаковы не уничтожились». Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что много народ израильский грешил перед Богом. Много проблем, много трудностей они имели в своей жизни только потому, что ходили неправильными путями пред Его святым лицом. Но Бог показывает на Свою милость, то, что Он милостивый, добрый, всемогущий Бог. И Он говорит, «И потому я не изменился, и я не меняюсь, и потому, сыны Иаковы, вы не уничтожились». Но на моем сердце легло немножко в другом ракурсе посмотреть на это место Священного Писания. Я хочу, чтобы мы послали на то, что Бог не изменен, что Его характер не меняется, что Его сердце неуклонно одно и такое же, что отношение ко греху и к святости и благочестивой жизни у Него не изменилось. Он не склонен сегодня говорить плохо, а завтра сказать, что это хорошо. Он не меняется. И сегодня по великой своей любви и милости Господь не зря оставляет, оставил в наших Библиях Ветхий Завет. Кому-то, может, не нравится его читать, но как-то я в своей жизни взял и перечитал второзаконие. И я увидел, насколько Бог требователен к благочестивой и богобоязненной жизни верующего человека. И если Господь сказал, что я не изменился, Он не поменялся, отношение ко греху у Него осталось таким же самым, как когда мы читаем Ветхий Завет. Когда мы читаем Ветхий Завет, то мы читаем, что Бог очень жестко относился к греху. Что у Него не было ни с чего общности. И кажется, Его народ, Его дети, те, которых Он вывел из Египта, привел в обитованную землю. Но даже храм, в котором было начертанное имя Его, предал разрушению только потому, что Его народ перестал ходить Его путями, в непослушании Его Святому Слову. Сегодня так хочется врагу души человеческой смешать святое и нечистое. Так хочется, чтобы народ Божий, он был таким теплым. И вы знаете, исполняется то откровение. Теплый человек во Христе Иисусе, как написано, да, в Владикийской Церкви, Господь говорит, что я такого извергну из уст моих. Опасное положение. В чем дело? Почему именно из уст? Почему в устах не будет приноситься это имя? А вы помните, написано, что Бог ходатайствует за нас там, пред Отцом Небесным. Сегодня Бог предлагает нам Себя. Сегодня мы вспоминали жертву Его. Мы вспоминали Голговскую жертву. И в Священном Писании написано, Господь сказал, что я есть истинный хлеб, шедший с небес. Почему Он сказал, что Он есть истинный хлеб? Может быть, этот хлеб важнее того хлеба, которым мы питаемся каждый день? Может, Его жизнь, Его учение, Его направление важнее жизни этой на земле? Почему-то Он определил вот так, и Он сказал, что я есть истинный хлеб. Не Моисей дал вам хлеб. Он сказал, что я есть хлеб, шедший с небес. Нечто особенное, определенное Господь дает направление нашим сердцам. И Он показывает на Себя. И Он показывает на то, что Он не изменился. Я прочитаю еще одно место из Священного Писания. Мы с вами будем преклонять колени. Мы с вами будем стоять при лицом святого и всемогущего Бога. И очень хочется моему сердцу. Я понимаю, что я не тот человек, которому бы хотелось бы мне быть. Чем ближе подходишь к Богу, тем больше видишь своих недостатков. И кажется, то, что вчера была норма, все не думаешь, Господи, как такое может быть пред Твоим святым лицом? Но Бог не изменился, дорогие братья и сестры. Я хочу, чтобы мы на это обратили внимание. Итак, я читаю, исход 20 глава. Со 2 стиха. Какое строгое место священного Писания. Бог сказал о себе. Это Его характеристика, которую Он дал себе. И дал эту характеристику людям, которые согласились принять Его заповеди, которые согласились войти в обитованную землю, которые сказали, будем исполнять и будем ходить. И вот в этом месте Господь говорит, что Я есть Господь, Бог Твой. И самое первое, что Он определяет в жизни человека, да не будет у Тебя других богов. Кто такой Бог в жизни человека? Тот, который претендует на какое-то влияние, которому прибегают за помощью, на котором возлагают свою надежду и свое упование. То сегодня Господь говорит, да не будет у Тебя других богов. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что народ израильский так и склонялся, выдало поклонство. Так и делали кумиры, ставили истуканов и поклонялись им. И возгревали гнев Божий на себя же. Ты можешь сказать, брат, но мы живем в 21 веке. Больше 2000 лет после Рождества Иисуса Христа. Так к чему нам эти кумиры и эти идолы? Но когда мы с вами прочитаем Первую книгу Царств, 15 глава, 23 стих. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. Апостол Павел, когда однажды писал Коринфянам, он сказал такие слова, мы знаем, что идолы в мире ничто, но приносящие жертву идолам приносят бесам. И он говорит такие слова, а я не хочу, чтобы ваше общение было с бесами. Сегодня у нас нету идолов. Но ничто бывает проявляется то, что проявляется общение не с тем Богом. Проявляется поклонение другому Богу. Когда мы читаем в Колотянам 3,5, апостол Павел говорит, что любостяжание есть идолопоклонство. Интересно. Картинок нет, идолов нет, жертв не приносим. Но оказывается, Новый Завет говорит о другом поклонении, которое может заменить Бога. И потом приходит гнев Божий. Оказывается, неправильное положение сердца, неправильно расставленные приоритеты в жизни могут приводить к общению с бесами. Об этом говорит Священное Писание. Если любовь к деньгам, к стяжательству, корысти, Бог говорит, что это есть идолослужение, то есть, оказывается, за этим стоит демоническое влияние. За этим стоит тот, который хочет обольстить тебя, тот хочет вести тебя в проблему или в погибель. Оказывается, непокорность то же самое, что и волшебство, и противление то же самое, что идолослужение. Насколько Бог, который говорит, что я не изменился, Он очень требовательно относится к нашим же словам, к нашим сердцам, к нашим действиям и нашей жизни. Я просто благодарю Господа Иисуса Христа, что сегодня для каждого из нас, в этот день мы сами вспоминали страдания Его и смерти. И Он однажды сказал, что закон исполнится до иоты. И в нем исполнилось все, весь закон. И сегодня мы живем не потому, что у нас есть в десяти слове. Мы сегодня живем не потому, что мы исполняем Ветхий Завет. Но мы живем только потому, что кровь Христа пролита за наши грехи. Мы живем сегодня только потому, что милость Его простерта к нам. И сегодня мы можем, открывая сердце перед Ним, приходя к Его благодати, говорить, «Господи, дай мне полноту общения с Тобою, да не будет у меня пред Твоим лицем других богов в моей жизни. Пускай все мои приоритеты будут только Ты, только в Тебе и только с Тобою». Благословен наш Господь. Господь говорит, я Господь, Бог Твой, который вывел Тебя из земли египетского, из дома рабства. Он нас вывел из мира. Он нас выведел из нашей греховной жизни. Но как однажды совратили народ израильский поклонение чужим богам и возросся гнев Божий на этот народ, так и сегодня враг хочет обмануть каждого из нас, чтобы на нас возгорался гнев Божий. Привести в то поклонение, в те приоритеты жизни, которые Богу не угодны. Сегодня имя Божье благословенно. Сегодня Господь простирает над нами свои ризы, простирает свои простертые руки. Мы не раз и не два слышим о Его милости, которая простерта к нам, это благословение. И сегодня я читал еще раз, что благословение Божие и вон до тысячи родов, любящих Его и поклоняющихся Ему. Я знаю, что у нас есть ошибки, у нас есть то, что никогда не получается иногда в нашей жизни. И сегодня Господь предложил Себя за нас. Мне очень хочется молиться с вами, чтобы Господь благословил нас, чтобы в нашей жизни приоритеты и поклонения были только Ему. На всяком месте, в жизни, в семье, на работе, в отношениях. Господи, я хочу знать, что Ты Бог мой. И да не будет у меня другого Бога, моего характера, моей гордости, моего превозношения, моего мнения, моих пониманий, моих желаний. Господи, Ты Бог мой. И я хочу Тебе служить и Тебе поклоняться. Если мы будем в полноте исполнять эту первую заповедь, которую Бог оставил для нас, можно говорить смело, тогда Ты будешь хранить себя, и лукавый не прикоснется к Тебе. Тогда можно сказать, когда однажды сказал, как сказал враг Господу про его, что Ты чудно оградил его. Почему? Он был огражден Господом. Он был под оградой Господа, хотя тоже был несовершенный человек, тоже сомневался, тоже раскаивался, сокрушался, проклинал день своего рождения. Но нечто ценное было у Иова. А он сказал, а я знаю, искупитель мой жив. Через все трудности, через все слова, которые, возможно, непонятно, можно говорить святому человеку. Но у него внутри было поклонение своему Богу. Дорогая церковь, давайте преклоним колени и понуждаемся в Господе.